Автоматизирование тестирования Автоматизирование тестирования Первый недостаток, который можно увидеть во всем этом, такая грустная история, что никто не умеет делать автоматизирование тестирования в мобильном мире. Очень мало разработчиков, которые этим занимаются. QA специалистов вообще очень мало. И поэтому найти будет сложно. Менеджеры должны понимать, что нужно либо вырастить в компании, либо привлечь внешнего консультанта, который поможет с этим, либо каким-то еще способом обратиться. Но, но, огромные плюсы, просто невероятные. Если вы будете покрывать тестами код, вам не захочется пойти обратно. Вот честное слово. Вы будете всегда уверены, спокойны, и эта практика вам поможет в жизни дальше очень сильно. И для заказчика, что менеджер должен сказать, что у нас в проекте повышается точность сдачи проекта, потому что мы уверены в качестве кода, который мы пишем, потому что у нас будет меньше срок отладки, и как раз таки увеличившись на 40% срок сдачи, который просто от разработки, при этом мы сокращаем как раз таки на эти 40% время тестирования ручного. Очень круто на самом деле, кто занимался системированием проектов, тот поймет. И вообще мы убираем не в ноль, но процентов на 60-70% ручное тестирование. Значит, почему вы должны? Вот я здесь стою, всегда всем объясняю, что они должны, почему они должны. На самом деле, хотите делать, а хотите нет. Решать вам как бы кто-то смывает с собой унитаз, кто-то нет. Ну, каждый решает для себя. Так и здесь. Смотрите, вы пишете чистый код на чистой модульной слабосвязанной архитектуре. И просто реально получаете кайф от того, что у вас получается. Вы не смотрите через год на это, и вам не становится плохо, вас не поташнивает. А вы получаете кайф от того, как это выглядит. Ваша уверенность повышается. Вы видите это и понимаете, о, оно точно работает. У меня же есть тесты, которые гарантируют мне. Я делаю рефакторинг и уверен, что я не сломал ничего, потому что тесты проверили это автоматически, вечером запустились и дали мне гарантию. Когда вы пишете тест, вы включаете голову и думаете, так, мой модуль будет делать то-то. И он будет независим от других, потому что другие я подменю моковыми данными. Ну, сейчас мы поговорим, что такое моковые данные. И за счет этого вы получаете гарантию. Плюс вам легче разобраться. Вы открываете тест и смотрите. Ага, вот что делает тест. Теперь-то понятно, для чего вообще этот модуль, для чего этот метод. Потому что вот в тесте все описаны кейсы, для чего был написан тот или иной код. Значит, мы говорим сегодня про Android. Поэтому, простите, что нас всех собрали в одной аудитории, кому не интересно. Но, тем не менее, в Android была очень грустная история. Там был третий G-Unit, который вообще там запустить был целый геморг. Был какая-то обезьяна. И обезьяна-бегун, если переводить по-русски. Но вообще, это обезьяна-бегун. Это Python-скрипт, который ничего толком не умел делать при прогоне тестов. Можно было написать с относительными координатами. Сказать на кнопке на 30 пикселей справа. Нажми. Если мы делали другую версту, какие-то повороты экранов, какое-то взаимодействие, было все очень ужасно. Все работало в blackbox, невозможно было обратиться к коду, а синхронности никакой не было. Потом, значит, появился робоэлектрик. На самом деле, им я пользуюсь и сейчас. Он решает такую проблему, когда мы пишем юнит-тест. И у нас юнит-тест дергает какой-то метод или класс из фреймворка Android. Но когда он дергает там activity-контекст, ваш юнит-тест, это плохо, значит, вы что-то не замокли и что-то не выделили в отдельный модуль. Но если он дергает там класс URI или класс текст-утилс или еще что-то, что в принципе логично иметь в своем коде в классе, который не связан с адресовкой в UI, то, соответственно, робоэлектрик нам подставляет эти классы из фреймворка Android, потому что, когда мы запускаем на локальный JVM наши тесты, они не всегда, ну, они не могут получить эти классы, используя обычную Java-машину и обычную классы Java, а они потому что лежат в Android. Ну и потом появился работиум. Это такой классный фреймворк, который позволяет тестировать UI. UI очень удобно писать тесты, нажми на кнопочку с вот таким ID-шником или с таким текстом, посмотри, что текст U так-то изменился, что экран такой-то открылся. Очень хороший, но у него есть одна большая проблема, и для этого появился экспресс, который решает эти проблемы. У него более читабельно, удобно для расширения API, вы очень легко можете написать свои матчеры, свои экшены, которые будут делать за вас тестирование. Он не так сильно подвязан вообще на фреймворке Android, можно написать для чего-то другого. У него, он очень быстро выполняется, практически никаких задержек при выполнении не происходит. У него хорошо прочитать ошибку, когда не нашлась какая-то вьюшка или что-то не нажалось. По логу ошибки легко понять, в чем проблема. И самое главное, за что я обожаю экспресса, это синхронизация по точному приложению. Когда вы пишете тест, у вас он нажимает кнопку, что-то пошло в фоне обрабатываться, и нужно дождаться, пока в фоне операция закончится. И вот эта проблема, которую работе он не решал никогда. Мы писали sleep, подожди 10 секунд, на одном устройстве это было 10 секунд, на другом 15, тест валился. Или наоборот, выполнял слишком долго, а мог бы быстрее закончиться. И вот в экспресс это решено. Но мы сегодня не будем сильно много на него... Что случилось? Сильно много на него отвлекаться. Я единственное добавлю, что на прошлом мое, в прошлом году Google представила test and support library, которая облегчила подключение всех модулей, связанных с тестированием. Мы теперь можем из одной библиотеки подключить все, что нам нужно. Мы можем подключить, соответственно, runner G-unit 4 тестов. А у нас все будет записано в виде G-unit 4 тестов. Мы можем подключить какие-то правила, которые помогают нам запускать эти тесты. Мы подключаем Espresso и мы подключаем UI-автоматор. Что такое UI-автоматор? Чуть-чуть попозже. Вы можете отписаться тесты. Ну вот честное слово. Потратить полгода разработки, вложить кучу бабок вашего бизнес-заказчика на это все, но у вас ничего не получится, потому что у вас не было хорошей, красивой архитектуры в вашем проекте. И все тесты на самом деле коту под хвост, они ничего не гарантируют и они при рефакторинге просто теряют актуальность. Поэтому прежде чем приступить к покрытию тестами, нужно подумать, а правильно ли у меня построена архитектура. И вот, короче, советы от человека. У нас же кейс-автокейс. Вот у меня кейс. Большой проект с полуторагодовым трехчеловечным трех разработчиков фуллтайм легоси кодом. В котором очень много разных модулей, все переплетено, все как бы там не выделено в какие-то контроллеры, все в Activity лежит все равно и в фрагментах. Прочитать невозможно. Мы покрываем это тестами, тесты ничего не гарантируют. Переход на MVP. Есть много красивых слов. Пройдут годы, вы их услышите, если еще не слышали. MVVM, Viper и другие там Clean Architecture от дяди Боба. Окей. Вы можете вообще не париться по этим словам. Просто вот для начала выделите свою архитектуру в три слоя. Вот в учебном проекте, в каком угодно, в тестовом. Как это выделить? Сейчас расскажу. Очень просто. У меня есть кнопка. О, круто. Значит, смотрите. Выделяем на три слоя. Вот здесь вот оставляем все, что у нас было связано с Activity. Там FindViewById, SetOnClickListener и так далее. Но действия, которые происходят в SetOnClickListener, мы уже не реализуем внутри нашего класса, который связан с View, будь это Activity или фрагмент. Мы реализуем их в презентере. Отдельный класс, который подключается к нашему View и по интерфейсу, соответственно, презентера, View ему говорит, я создалась или у меня нажалась такая кнопка. Презентер говорит, ага, если нажалась такая кнопка, нужно загрузить такие-то данные. Куда он идет? Он идет к модели. У нас есть третий класс, модель, которая отвечает за доставку данных. Презентер вообще не имеет понятия, откуда модель доставит. Доставит она из интернета, доставит она с помощью Rx, доставит она с помощью лодеров или из базы данных. Вообще. Вот он ничего не знает. Зато модель знает, как достать данные по запросу. Соответственно, у нее есть интерфейс дать этот самый, допустим, вот у меня здесь insert node, то есть вставить куда-то там на сервер заметку. Презентер передал эту заметку, и модель по второму интерфейсу. Презентер реализует у нас интерфейс, которым обращается к нему View, и презентер реализует там, допустим, модул callback, по которому с ним общается модель. И вот она по этому интерфейсу говорит, я заметку создала, передаю в UI, что заметка готова. Ну и презентер оповещает UI, если это требуется, его логика прописана. Три модуля, три отдельных покрытия тестами, два вида тестов. На презентере model мы пишем unit-тесты, на View мы можем написать express-тесты, об этом чуть позже. Соответственно, в презентере мы стараемся и в модели не держать ничего, зависимо от контекста, и следить за утечками памяти, и это гораздо легче, чем внутри activity осуществлять. Покрываем каждый, каждый паблик метод, мы покрываем тестами, потому что это хорошо, потому что именно так мы даем себе гарантию. Если мы где-то забьем, потом нам скажется. И мы, значит, мокаем внешние зависимости и утилиты, даже зависимости фреймворка Android разного степени. Вот, например, текст-утилс я не мокаю, но если там какой-то обращение к контекст-get-string, то, соответственно, я его мокаю, и никакого контекста-get-string у меня нету, хотя робоэлектрик подключен. Вот, это что касается MVP. Такая история. Попадал в нее не раз. И хотел закопать менеджеров, которые одобрили это, и меня хотели закопать за не до конца работающий код. Помню, сижу на весне факультета компьютерных наук года так 2012-го, а у меня выясняется, что в продакшен ушел код с неправильной ценой за приложение. И было очень грустно. Не был теста. И никто не проверил. Ну вот, значит, ТДД. Цен обретаешь, когда начинаешь не просто покрывать код тестами, а когда ты сначала пишешь тест, а потом уже под него пишешь метод, который он покрывает. Потому что, когда ты пишешь тест, ты сразу продумываешь, что будет делать твой метод. Что у него будет на входных параметрах, что у него будет на выходе. Какие другие модули и методы он будет задействовать внутри себя. И продумывая это на стадии того, как ты написал, ты делаешь код чище и понятнее. Нужно просто включать голову и не торопиться. Вот есть такая парадигма, чик-чик и в продакшен. Вот она не работает с ТДД. И как раз-таки за счет этого у нас все становится гораздо лучше. Ну тут перечислено, что вы делаете, когда вы делаете ТДД. Собственно, что я и сказал. Моки. Когда у нас есть внешние зависимости, мы не используем нашу внешнюю зависимость. Наш тест покрывает наш модуль, наш паблик метод, который он покрывает. Если паблик метод дергает что-то внешнее, мы должны минимизировать это использование. Для этого есть инструменты Makita, PowerMock, EasyMock. Makita что делает? Makita решает проблему макирования каких-то методов. Допустим, я делаю getContext, getString. Мы можем не просто проверить, что вызвался этот метод с помощью Makita. Мы можем проверить с помощью Makita, что этот метод получил такие-то параметры внешний вызов. Или сказать, что если был вызов внешний метод с таким-то параметром, верни такую-то затычку. Вот. PowerMock позволяет делать то же самое, но со статичными классами, с final полями, с final переменными, с final вообще классами. В общем, у меня, например, если простой какой-то инжектор, мы не засунули, ну поленились, мы засунули даггер, сделали dependency injection на чем-то простом. Ну, народ реально засыпается. Вот вижу человек в теме. Спасибо человеку. Вот. Мы засунули, значит, легкий инжектор, который на статике написан. И нам, как его замокировать? Ну вот, как раз можно заюзать PowerMock, он реализует это. Но если ты работаешь со статикой, и что-то там ее макируешь, и проверяешь, то, наверное, у тебя что-то не то с архитектурой, и, в принципе, достаточно должно быть тебе макита. Измок – это альтернатива, которая делает то же самое. Я надеюсь, что вы все не используете URL connection или там апачевский HTTP client, и уже перешли на OOK HTTP. И поэтому все тесты, связанные с веб-сервисом, с взаимодействием с API вашего веб-сервиса, вы можете осуществить с помощью OOK HTTP mock-сервер, который появился с приходом третьего к HTTP. Очень удобно, очень просто. Пишем, что response, подсовываем какой-то response из нашего текстового файлика, из ресурсов, и не паримся по этому поводу, что у нас там сервер мог сломаться. Мы не проверяем работу внешнего сервера, мы проверяем, что наше приложение всегда готово обрабатывать те данные, которые документированы, должны приходить с сервера. Здесь пример макита, как это вызывается. Ну, расскажу, значит, простенько. Значит, у нас есть, соответственно, какой-то класс view. Ну, это на самом деле activity, который наследует интерфейс от view. Мы делаем ей mock, и все действия, которые осуществляет view, они на самом деле не будут реальными, а то, что мы сейчас пропишем. Вот. И класс filter. Какое-то у нас есть взаимодействие с фильтром, мы тоже его делаем mock-овым. Но подсовываем в реальный презентер. Мы создали там в сетапе реальный презентер, и в него подсовываем реальный фильтр, и подсовываем реальный view. Ну, здесь он не подсовывается, но если там надо, то подсовываем. И потом мы можем проверить, что если вызвался какой-то… А, вот, мы проверяем, что если у фильтра был вызван метод и search applied, то мы должны вернуть, соответственно, true. И вот, значит, вызываем наш тест. То есть мы проверяем у нас там check-reset-view метод. Вот мы вызываем ему презентер, у реального check-reset-view, и проверяем, что у нашего view, нашей activity, вызвался show-reset-view с такими параметрами. Ну, это пример макита. PowerMock – здесь пример работы со статикой. Презентация будет выложена, кому интересно, посмотрите. OkHttp-сервер – здесь из самого интересного… Здесь инициализация, скукотища. Здесь из интересного мы можем подсунуть в юнит-тестах, мы можем подсунуть текстовый файл, высунутый из ассетов. То есть в наших тестовых ассетах, тестового модуля, которые не идут в production, не идут в debug-сборку, а идут только в тестовую сборку. Мы можем положить текстовый файл, xml файлы, которые повторяют респонс с нашего сервера. И, соответственно, можем прописать какие угодно хеддеры. И здесь у меня есть проверка. Я запускаю сервер, обращаюсь к сервису, там у меня retrofit, оберточка, значит, я делаю call. И вот execute, и получаю body. И проверяю, что данные спарсились, все правильно настроено в retrofit. Лень. Лень, и это нормально. Хочешь, чтобы оно само работало. Есть сервисы. Сервис называется NimbleDroid. Он что позволяет нам сделать? Он позволяет просто скинуть АПК и сказать, проверяй. АПК и он автоматически запускает все кнопочки, пытается нажать, залогиниться, зайти в какой-то экран, что-то посмотреть. Он меряет скорость, делает профилирование. У него есть очень хорошая история, и они много поэтому заморачиваются, исследований в профайлинге, почему медленно запускается тот иной экран. И он вам пишет отчет, что, чувак, ты здесь делаешь парсинг с помощью аннотаций. Это плохо. Это работает медленно. Подумай над этим. И тогда он пытается по стактрису понять, какой метод выполняется медленно, и высылает вам отчет об этом. Google Cloud Test Lab. Не все имеют подписку, но если ваша компания действительно классная компания, вы можете связаться с представителями Google, попросить у них доступ к приватной бете, а в будущем к паблику просто купить доступ, и получить вот такую громадную ферму из разных устройств. Не каждая компания может себе позволить в штате иметь ферму. Надо было фоточку, кстати, выложить ферму из Mail.ru. У них очень хорошая ферма лежит дома в офисе. Куча разных реальных девайсов, на которых мы из нашей Android студии можем запускать тесты. Ну, это очень прикольно. Очень прикольно, потому что мы можем не иметь в штате, я могу сидеть на пляже со своей Android студией, тестировать сразу на 5-10 девайсах, которых у меня нет физически. Но они есть в облаке, они реальные девайсы, не эмулятор G&Motion, который меняет лишь разрешение и количество ядер, а полностью реальное устройство, на котором будут прогоняться у пользователей, когда они будут установлять приложение. И мы прямо из Android студии выбираем, запускаем, очень удобно, стоит денег. Ну, за удобство надо платить. Про эспрессо. У нас тест автокейс, кейс автокейс, тест автотест, все вот это вот. Что хотелось бы сказать? Не делайте упор на UI-тестирование. Вот честное слово. Мы вкладывались очень много, много потратили денег, много потратили сил, покрыли все тестовые сценарии, которые тестировщик осуществлял руками, покрыли их с помощью UI-тестов, и они до сих пор не запускаются полноценно на билд-сервере, иногда на локальной машине не запускаются. Куча проблем, ты постоянно что-то там решаешь, какие-то подсовываешь фейковые базы данных, чтобы это заработало без интернета, ты еще что-то делаешь. Тесты выполняются асинхронно, та еще база не закрылась, это открывается, что-то упало. Короче, какой бы хороший сейчас эспрессо не был, он вам гарантии никакой не даст. Если вы хотите хорошее тестирование, покрывайте каждый метод, каждый класс тестами, именно юнит-тестами. Не заморачивайтесь по поводу покрытия UI. Нажал кнопочку, типа проверил, но это такой комплексный тест, интеграционный, который использует кучу всего, и ошибка может быть в разных местах. Ты такой думаешь, ну сейчас одним ударом покрой всю цепочку вызовов. Нет. Если у вас там есть какая-то RX-цепочка, покройте ее отдельным тестом. Если у вас есть какой-то контроллер, покройте ее отдельным тестом. Покройте отдельными тестами презентер и модель, и все, и это вам даст гарантию. Здесь у меня пример, как работает эспрессо. Эспрессо работает очень просто. Мы пишем... Ё-моё. А верните мне, пожалуйста, на фуллскрин, я сломал. Значит, что оно делает? Оно запускает, мы вначале пишем, какой активити мы хотим запустить. Вот, Ctrl-L, да, наше спасение. Спасибо большое. Мы нажимаем, какую вьюшку мы хотим запустить. Мы вот делаем onView, и он ищет по нашей вью-иерархии, в этой активити она уже создалась, он дождался, пока она создастся. Мы ищем та, который текст... Он делает у нее проверку, что она имеет какой-то текст. И если у нее есть текст такой-то, значит, он нашел ее по ID. Вот мы onView, визайди. Он нашел эту вьюшку по ID-шнику и делает чек-чек, что у нее текст пустая строка. Если не совпало, если ни одна вьюшка не нашлась, он упадет. Если нашлось больше, чем одна, он упадет. Ну, правильно, потому что мы должны тогда прописать условие, что их там может быть больше, чем одну, и какую из них надо выбрать. И если у нее текст будет не пустая строка, он тоже упадет. Как бы раз, проверку сделали. Второй шаг. Мы находим вьюшку, который ID-шник GridButton. Мы нажимаем чек, ну, вернее, проверку осуществляем, что делаем. Что у нее текст равен вот такой строке. Окей, проверили. Делаем клик. На кнопочку нажимаем и проверяем, что текст в первом TextView изменился. Такая вот простая проверка, которая позволяет вам делать. Никакой привязки к верстке. В смысле, никакой привязки там, что они расположены там-то, там-то. Никакой привязки там, что строка локализован такая-то. Мы можем прямо из strings достать в зависимости от того, с какой локализацией запустилась. Очень удобно, но не всегда надежно. Если вы вдруг не знаете ту иерархию, реально есть люди, которые не знают, как искать иерархию, то найти, как строится ваша activity, из каких вьюшка она состоит, можно с помощью Android Monitor, утиль такая вверху в Android Studio, кнопочка рядом с Sync with Gradle есть. Здесь открывается такой иерархий вьювер, здесь ваш полностью экран, вот у нас рутовая вьюшка activity, от нее, соответственно, там что-то там, frame layout, и из него пошли лейауты, которые есть в нашей вьюшке. И мы пошли и нашли, как строится наш экран, и какую вьюшку мы хотим нажать, чтобы узнать ID-шник. Особенно, если у вас много разработчиков в команде, очень удобно понять. Есть супер крутая штука, называется скальпель от Джейк Уортона. Джейк сделал прикольный метод, он у рутовой вьюшки переписал он draw метод, и мы теперь пальцем, включив, нажав галочку в дебаг моде, мы можем в 3D бутерброде таком представить нашу activity. Плоховато видно, немножко ярко, но тем не менее. Это рутовая activity, здесь сверху activity, здесь список, и они все в многослойности. И вот так вот скроллится, к сожалению, у меня PDF презентации, анимации нет. Но очень круто, погуглите скальпель, вам понравится. Экспрессы позволяют проверять интент, экспрессы позволяют работать с листвью. Тут стоит отметить, что как работает листвью. Листвью – это 5, допустим, у нас вьюшек на экране, и они перезаполняются из адаптера, а не создается 30 вьюшек, если у нас 30 элементов в листе. Соответственно, работать по-стандартному, найти вьюшку такую-то мы не можем, потому что внизу нет вьюшек, которые невидимо пользовались, перезаполнить существующие. Поэтому, когда мы делаем тесты, связанные с листвью, мы работаем с адаптером и говорим, адаптер, нам нужны данные такие-то, с таким-то значением. И он, соответственно, находит. И причем мы можем написать свой матчер, который что делает? У нас, соответственно, вот здесь вызывается onData. Это мы обращаемся к адаптеру. Вот мы сделаем у листа, получаем адаптер, и берем значение withValue 27. А что за withValue? Такого стандартного метода нет. Правильно, его нет, потому что мы его сами написали, этот матчер. Что он делает? Он на вход получает объекты, которые у нас лежат в адаптере. Кто-то разговаривает, пока я разговариваю. Он на вход получает данные адаптера, тот тип данных, который есть, и тот поиск по этим данным осуществляет. Очень удобно, потому что если у нас там какой-то кастомный объект, и мы не хотим делать вьюшке там two-string, чтобы искать по ним, то мы можем пройтись по данным этого адаптера и, соответственно, какой-то свой метод сопоставления и поиска написать. Что здесь и сделано. У RecycleView почти такая же схема, делает очень похоже, тоже проходит по адаптеру RecycleView. Но для этого мы должны пользоваться не OnData, а методом RecycleView Actions. Они тоже подключаются к экспрессу очень легко. Если вы все-таки заморочились по UI-тестам, есть хорошая шпаргалка, здесь перечислены все матчеры, все экшены, все ассерты, все, что можно сделать. Ссылочка, презентация будет выложена. Гуглиться легко, там типа экспресса cheat sheet или что-то такое. Я говорил, что экспресс очень крута своей синхронизацией. И это правда. Потоки синхронизируются на ура. Как это работает? Мы сейчас код не будем смотреть, код вам все равно сейчас бесполезно смотреть, пока вы не приступите к реализации. Рассказываю, как это работает. Самая простая реализация синхронизации в экспресса – это каунтер. У нас запустилось 7 потоков, каждый поток увеличил какой-то каунтер в экспрессо. И когда счетчик этот ушел в ноль, значит все потоки отработали, значит можно осуществлять дальнейшую проверку. Экспресса сама ждет, пока выполняется код в UI-потоке, и она не осуществляет проверку следующего шага, пока не закончится выполнение всех методов внутри UI-потока. Но когда UI-поток закончился, а фоновой потоки еще нет, он проверяет, что если у него счетчик не нуле-нуле, значит ждем. И так он постоянно в цикле проверяет, пока счетчик обнулится. Счетчик обнулился, закончив все потоки, окей, можно пойти дальше. Очень удобно. Мы так сделали, вот мы сделали оберточку над лодером, и у нас, когда в лодере начиналась работа, мы этот лодер статус на T-Fire, который подключен к экспрессу, мы ему говорили, что мы сейчас начинаем увеличить счетчик. И когда лодер заканчивал свою работу, мы обернули все ошибки, чтобы у нас ничего не вывалилось, и всегда все эксепшены, все пробрасывалось, и лодер завершал свою работу корректно, просто внутри переменная ошибка, он передавал свою ошибку. И когда у нас закончился, соответственно, мы не забывали освобождать счетчик на единичку декрементить, за счет чего лодер всегда был синхронизирован в его фоновый поток с реальным. И когда мы используем хендлеры, мы делаем то же самое, когда мы используем Rx, тоже так же все это реализуется. Ну, в Rx можно вообще все попросить запуститься на UI-трейде, но, однако, UI-тест вы не можете запустить, в котором обращение к сети через UI-трейд идет. Есть такая история, тоже важно ее знать, не могу не рассказать, чтобы вы не сочли меня, что я не полноценно вам протестировал, не рассказал всю правду. Эспрессо тестирует только одну activity. писать эспрессо-тест, который переходит по разным activity, не true. И эспрессо для этого не предназначен. Для этого предназначен UI-автоматор, другая тулза от Google, которая появилась с API 19. Она позволяет ходить между приложениями и ходить не только по вашему приложению, проверять его состояние, но и ходить в соседнее приложение, открывать их и смотреть, что там можно сделать, а чего нельзя. Помимо того, что вы можете написать тесты, это все хорошо, но поговорим о процессе, как же это должно происходить. Идеальный процесс, когда вы коммитите что-то в вашу фич-бренч, а не в девелоп-бренч, или не дай бог, вы коммитите в мастер. Никому не рассказывайте об этом. Никому не рассказывайте, что вы не понимаете, что я так что сказал. Значит, вы коммитите в фич-бренч, ваш бренч запускает все UI-тесты, все юнит-тесты, они быстро выполнились, сразу вам сообщают, прошли, не прошли, а кто выполняет. Выполняет Jenkins, который работает в фоне на какой-то удаленной машине. Там все прогоняется, там все проверяется, и вам приходит респонс о том, что все тесты прошли, отчет готов. После этого тестировщица руками проверяет, что ваша фича работает, что она делает все кейсы, которые вы гарантировали. Потом это утверждается, мерзется в дев-бренч, и там уже вечером, ночью запускаются все UI-тесты, которые написаны к этому проекту. Отчеты, какие можно получить, непосредственно в вашем Continuous Integration сервере, значит, можно сделать Сделать Gradle Assemble тест, он запустит все юнит-тесты, которые не подвязаны к UI. И получить отчет там, что вот выполнились такие-то тесты, все хорошо, можно даже покрытие тестами вызвать с помощью jacoco, но обычно не стоит этого делать. Есть еще Gradle Assemble Android тест, который вызовет все UI-тесты или тесты, которые завязаны на фреймворк, который вы хотите, чтобы выполнится на реальном устройстве, а не на локальной GVM. Соответственно, напишет, что вот у вас что-то выполнилось, что-то не выполнилось, вы можете кликнуть, посмотреть отчет, на чем там упало. Если у вас есть ферма из нескольких девайсов и нет аккаунта в Google Cloud Test Love, вы можете воспользоваться спуном, очень классная штука, я использую, запускает сразу на нескольких девайсах тесты, пишет вот такой отчет, зеленые тесты, которые выполнились, красные тесты, которые не выполнились, есть несколько устройств, соответственно, у нас несколько полосочек с несколькими отчетами. Классная штука. Своим техдирам покажите, расскажите, посоветуйте. Я подошел к концу и хочу дать задание вам на дом. Да, у нас сегодня выходные, погода стрёмная, на речку рано еще ехать, в баню уже поздно ехать, поэтому самое время открыть ноутбук и написать пару строчек. Что мы делаем? Сегодня приходим домой, пишем новые активити. И ничего в этой активити не делаем, все выделяем в презентер, а всю логику сетью и баз данных выделяем в модель, пробуем, заставляем себя писать через интерфейс, а не на прямое обращение. Подключаем это, смотрим, а что же с жизненным циклом, думаем, как решить эту проблему, разбираемся. Завтра пишем тест на… А, и не забываем покрыть все это дело юнит-тестами сразу. Завтра пишем на эспрессо тест, который проверяет, что активити открылась, по нажатию кнопки произошло то-то, что мы хотели. На следующей неделе покупаем, ну, открываем бесплатный аккаунт на каком-нибудь паблик Дженкинс сервере и запускаем эту проверку. Что в итоге? Мы уверены, что все работает хорошо, что приложение спокойно и улучшаем наш продакшн-код. Заказчик на нас молится, потому что наконец-то все перестало падать. И дай бог, чтобы так было каждый день с нами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Денис. Друзья, у кого есть вопросы, поднимайте руки. Так, вижу вот тут вот. Добрый день. Здравствуйте. Вы рекомендуете на MVP все переписывать, да? Да. Не агребут ли люди, которые напишут на MVP то, что вьюшка у нас дохнет и поднимается, а там у нас циклическая ссылка получается? Нет. Из презентера на тост. Так. Из вьюшки в презентер. Так. И оно будет мешать ей убиваться. И ГЦ у нас будет течь. Давай, давай по порядку. Почему мы используем еще тост, а не снэкбар? Первый вопрос. Почему снэкбар или тост вызывается из презента, а не из активити? Второй вопрос. Что мешает привязать презентер к активити жизненному циклу и убивать его вместе с активити? Третий вопрос. Окей, но в примерах там был тост. Не, я, мне интересно. Ну действительно был тост в примерах. Нет, у нас вот здесь, да? Да. Да, шоу-тост. Окей, но здесь на самом деле метод шоу-тост мы не знаем. Вызвали там тост или снэкбар. Что здесь? Окей, да, хорошо. Про тост я понял. Смотри, как я делаю в своем проекте. У меня презентер живет с активити. Убилась вьюшка, убился презентер. Но модель, у нас же весь фон происходит в модели. Модель обращается к презентеру, и у модели вик-референс на презентер. Соответственно презентер А, окей, вик-референсы. Да, вик-референсы. Окей. И модель инжектится из даггера синглтоном. Соответственно, если у меня модель жива, и там что-то в фоне происходит, презентер к ней обратился. Ну вернее презентер создался, подсоединился как callback. Потом умер. Соответственно вик-референс мы не паримся, он отсоединился. Модель проверяет, когда у него callback пришел. Если что-то есть, значит вызвался. Нету, не вызвался. Вот такое решение проблемы. Да, супер, хорошо. Вик-референс решает. Так, и еще про юнит-тесты. Рекомендуется их делать все такое, но из опыта все-таки большинство… Не, не рекомендуйте, UI-тесты. Юнит. Юнит, хорошо, так. Ну, вы говорите, что надо напирать на юнит, и UI делает так, по минимуму. На самом-то деле, большинство ошибок у нас как раз не в юните, большинство ошибок, ну, из практики, по крайней мере, моей, это из-за параллельности, из-за тредов, из-за всего вот этого дела. И их выловить юнит-тестами практически нереально. А как ты их UI-тестами выловишь? А UI-тестами, если вот не использовать эспрессо и не заставлять его ждать, то большинство, на самом деле, этих тестов воспроизводится тупо руками, если очень быстро что-то делать. В смысле? Ну, если мы не дожидаемся, пока весь UI трясуется и так далее, они, тестеры, начинают жмять на кнопки, сильно быстро, и оно крэшится. Это потом очень трудно воспроизводить, и обычно фиксится чисто по трейсам из логов. Ну, хорошо. Как тестировать такое? Как вот это отлавливать? Во-первых, такой кейс-то и эспрессо покрывать особо, ну, сразу ты не придумаешь, что надо покрыть. Во-вторых, я забыл сказать, что, отметить, что хорошее покрытие мы делаем не сразу, ну, мы сразу стараемся все покрыть, но удобно еще написать тест после того, как у нас пришел баг-репорт, и именно этот баг как раз покрыть тестом. Твой быстро кликающий можно написать на эспрессо, проверить, что упало, не упало, да, действительно. Ну, такой кейс можно. Но, во-первых, надо посмотреть, а может быть, можно было там сразу что-то подумать и как-то избежать этой ошибки. Вот, может быть, там что-то в многопоточности у нас не то, и где-то callback не отдетачился, или там out of memory произошел какой-то неожиданный. Согласен, что, например, out of memory ты никак ее не тестом не покроешь, пока ты на Samsung Galaxy S3 не запустишь, ты не узнаешь, есть out of memory при создании большого битмапа или нет. Вот, все верно ты говоришь. Но, не исключаем ручное тестирование. Без девочек, которые будут упорно тыкать, у тебя все хорошо не получится. Да, поэтому тут, кстати, я только что образовал такой хороший рынок труда, вакансии, реально. Девчонки, это для вас тестирование ручное, прям супер. Любите мобильные технологии, есть и iPhone, и Android, все, надо идти. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Спасибо большое. Отличные вопросы были. Мне кажется, вообще диалог просто получился. Еще есть вопрос. Ну, во-первых, спасибо за информативный доклад. Хотелось бы еще немножко углубиться в тему тестирования и затронуть тему автотестов API. Тут немножко другая специфика. Во-первых, ты тестируешь не только свою реализацию, но и контролируешь состояние бэкэнда, которое от тебя никак не зависит и может быть сильно изменчивое. Но, тем не менее, доставляет тебе много проблем иногда. Есть несколько подходов. Можно вот так, как ты рассказывал, опять же, тестировать. Но есть несколько сторонних сервисов уже. Не знаю, пользовался ты или нет. Это Runscope недавно, Postman что-то подобное запустил. Они сильно упрощают процесс создания тестов. И в связи с этим вообще два вопроса. Пользовался ли ты? Что бы ты выбрал? И чья это зона ответственности разработчика? Или же можно на тестировщика все-таки переложить? Моя позиция, что это зона ответственности бэкэнда. И если у вас бэкэнд внутри, то вы можете подойти и сказать, слышь, что за фигня, покрывай тестами. У тебя постоянно разные респонсы, которые я от тебя не ждаю. Короче, моя позиция, что если ты работаешь внешне моей API, неважно, in-house он пилится, внешней командой он пилится, моя позиция, что это их зона ответственности, и они должны покрывать тестами то, что они тебе отдают. Если ты пару раз замечаешь, что у тебя респонс приходит не тот, который вы документировали, не тот, который ты ожидаешь, не тот, который ты в своих моках написал, what the fuck? Ты с ними разговариваешь об этом, значит они, что они? Что, возвращают не так, как ожидаешь? Серьезно? Да, да, ну вот, да, когда у тебя фейсбук, конечно, ты ему не предъявишь. Ну да, а что, ну покроешь ты их тестами в фейсбук, ну окей, можно. Ну да, я не пользуюсь. Короче, моя позиция, что я не пользуюсь внешним, сам не занимаюсь тестированием, чьи это работы, и доверяю, что у них все хорошо. И стараюсь просто в своих тестах покрыть ошибочные ситуации, что если у них респонс не такой-то, то у меня свалился и оповесил пользователь, что сервак говнари. Вот такая позиция. Спасибо. Денис, самый последний вопрос тебе. Да. Вот, понятное дело, что тесты – это дополнительное время и дополнительные деньги. Да. Собственно говоря, как ты отвечаешь клиентам на их вопрос, зачем и почему нам это нужно? Все верно. Во-первых, мы показываем им покрытие. Во-вторых, мы показываем процент снижения ошибок по спринтам, как у нас месяц от месяца, итерация от итерации, снижаются от него же репорты, потому что мы увеличиваем тестирование. В-третьих, основной наш заказчик, раз мы говорим про реальные ситуации, к счастью, слава богу, адекватный человек, который поехал в Оксфорд, закончил курс по софтуэй-инжинирингу и узнал, что такое покрытие тестами, почему оно очень важно нам, и поэтому сам предложил внедрить в основной проект тесты. Но другим заказчикам… Я мало встречал заказчиков, которые не понимают, зачем автоматизировано тестировать. Они все понимают, просто многие не знают, как это проверить и не очень доверяют, когда это большие сроки на это уходят. Но с опытом сроки сокращаются, разработчикам меньше времени на это требуется. И качество… Просто, по-моему, гарантия того, что если у тебя уже хороший проект есть, ты говоришь, вот видите, они хорошо работают, мы их покрывали. То есть, остальным 15% клиентов, которые не понимают, почему их нужно сразу отправлять в Оксфорд. Нет, ну так не получится, к сожалению. Хорошо, спасибо большое. Это был Денис Никлюдов. Спасибо большое. Спасибо большое, Денис. Спасибо. Спасибо.